Здравствуйте! Вы на канале Cool History, канале о истории и историях. Меня зовут Олег Радивилов. Заваривайте чай. Сегодня у нас рубрика под условным названием «Голова профессора». В ней, собственно, прошу любить и жаловать, археолог Александр Галатвин, человек, который руководит самым настоящим археологическим парком и, как, наверное, интересный факт, два раза в жизни сжигал белого ходока. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, сейчас будет такая вводная беседа у нас, да, в целом, о археологии, потому что обычные люди, как себе представляют археологов, это в худшем случае они себе представляют что-то типа Лары Крофт, женщины, которая с днем пистолетом бегает и все разрушает. А в лучшем случае это, наверное, Индиана Джонс, да, человек, который более-менее обладает каким-то интеллектом, да, и что-то еще изучает. В этой связи вопрос, где ваш пистолет, Александр? И хлыст, шляпа. Должно быть у археолога такие вещи. Шляпа дома, это панамка, не шляпа. Ходокай, кстати, три раза сжигал, не два, в этом году будем четыре раза сжигать. Это, кстати, тоже к археологии, можно его привязать к археологии. Ну, археология это вообще наука. То есть самое главное, это наука, это, значит, один аспект. То есть это вот где-то бывает очень скучно, нудно, на самом деле не очень интересно, если мы говорим о науке кабинетной, когда там эти черепочек туда-сюда, типология, там, классификация и так далее. Это в здравом уме читать очень тяжело человеку, поэтому... Вот это одна тема археологии, как бы, в книжках, которая написана. Есть археология полевая. И здесь, значит, широкому кругу она более известна, и все думают, что археологи, они только и занимаются тем, что вот что-то ковыряют, копают, да, что-то находят, что-то, какие-то сенсации, какие-то клады, там, золото, бриллианты, какие-то погреба, забитые, там, древним вином, его пробуют, тут, значит, или какие-то откапывают, там, чумные кладбища, начинается чума, там, все, значит, умирают и так далее, и так далее. То есть это, ну, здесь тоже есть своя правда, то есть чуму мы, конечно, не откапываем, это потому что чумные кладбища... А нельзя заразиться вот? Ну, чумой заразиться, она, значит, не хранится, то есть он через какое-то время, то есть там определенный срок, я не помню, то есть он, просто бактерии не выживает, то есть они могут храниться, там, в эмале зубов, там, человека, то есть, ну это надо зуб ковырять, там, не знаю, его грызть, там, или что с ним делать, то есть, понимаете... Но вы не грызете зубы, да? – Нет, мы зубы не грызете. – Мы изучаем, да, костяки, там, их, значит, фиксируем, передаем антропологам, они их изучают, потом либо перезахараниваем, либо их передаем, значит, специальный, там, ну, музей, не музей, там, институт антропологии, например, да, Какие-то коллекции в краеведческие музеи передаем, древние, например. Как правило, перезахораниваем. Чтобы было понимание, вы за свой рассказ неоднократно сказали, история и в то же время археология. Где грань между историей и археологией? Или это все-таки одно и то же? Нет, археология, на мой взгляд, я глубоко убежден, археология, это, конечно, историческая наука, но археология, это прежде всего источниковеческая. Задача археолога – добыть источник. Кто потом этим источником пользуется? Историк, географ, ботаник, филолог. Раскопали древнюю надпись, ее филолог будет изучать. Конечно, основной корпус, источник, который мы извлекаем, который мы дешифруем для того, чтобы обычный историк, который не владеет методами археологическими, он их мог использовать. Есть археологический источник, есть источник исторический. Задача археолога – превратить археологический артефакт, археологический источник, сделать его источником историческим, чтобы мог историк его. Есть еще аспект такой культурный. И здесь археология связана с охраной культурного наследия, археологического наследия, собственно говоря. Мы хотим сохранить, передать потомкам информацию о предыдущих поколениях. Это то же самое, как, например, экологическая тема. Она же, если посмотреть первобытное общество, их не интересует. Они это как-то на каком-то другом уровне делают, для того, чтобы выжить, не выбивают всех, например, зверей. А мы здесь уже это делаем, исходя из других позывов. В этой связи тогда вот вам какой провокационный вопрос, Александр, будет. Вот вы говорите, сохранить. Ну, археология – это та наука, которая разрушает то, что изучает. Чтобы изучить памятник, его надо выкопать. А когда вы его выкопали, памятника больше нет. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что археологи сохраняют историю, передают, изучают. А с другой стороны, вы же ее своими руками, своими лопатами... Ну, законодательство предполагает, что мы таким образом сохраняем. Это мероприятие по сохранению. Но оно сохраняется, памятник остается. Но он остается не в натуре. Он остается в виде информации, в виде отчетов, публикаций, коллекций, которые потом передаются в Государственный музейный фонд. Поэтому в этом смысле памятник сохраняется. Но физически памятника нет. Вот курган мы раскопали, курган изучили. Конечно, в идеале надо курган заново насыпать. Но это не всегда получается, потому что там может проходить автотрасса или какой-то другой объект. Но факт, мы это сохраняем. А вот когда начинают разрушать памятники истории... Без изучения. Без изучения. Вот тут мы теряем уникальную информацию. Многие смотрят телевизор и Discovery, и National Geographic. И там уже, на мой взгляд, на взгляд телезрителя, немножко шагнуло вперед. Там особо уже не копают. Там много используется. Всякие холокаторы, которые нашли памятник, прошли. То есть я смотрю передачи, думаю, ну когда же вы начнете копать? Когда же вы уже достанете? Они по факту не копают. Ну максимум какой-нибудь маленький шур, чтобы... Ну да, есть. А памятник остается там. У нас пока такого, так я понимаю, нет, да? Чтобы найти, вот он здесь, мы его не будем выкапывать. Мы его не будем выкапывать, потому что не хотим разрушать. Или мы его не будем выкапывать, потому что технология, наша технология, еще не дошла до того момента, когда мы можем выкопать и сохранить. Здесь все очень просто. У нас есть тоже такие технологии. Это все вопрос стоимости исследования. То есть это удорожает значительно исследование. Здесь момент какой? Я вообще убежден в том, что абсолютно правильно. Вот у нас есть, мы говорим, вот прежде всего есть охранная археология. То есть когда вот есть, ну нет другого возможности построить объект или там как-то его протянуть, там, в эти нет возможности, только вот памятник надо какой-то ему вред нанести. Это вот надо сохранять. И этот объем охранной археологии, он уже превышает археологию чисто с научными целями. И здесь, конечно, в приоритете копать, изучать вот эти памятники, которым грозит уничтожение. Потому что оно может грозить и чисто природные явления. Подмыв рек, ну вы знаете, у нас берега там постоянно подмывают, они уходят эти памятники. Они все же у нас в прибрежной зоне, там, как правило, привязаны к водным источникам большинства памятников. То есть вот надо сохранять память, которым грозит уничтожение. У нас еще идет, ну, как сказать, эпоха археологических открытий. То есть если у нас взглянуть на археологическую карту, вот взять карту России, она в основном будет белая. Вот, нет, не так. Есть просто по-разному регионы, но у нас такая огромная территория, что у нас, ну, я не могу сказать точно, никто такую информацию не проводил, такой анализ, там, сколько территорий. Ну, вот, исходя из, как бы, так вот приблизительного, да, то есть подсчета, то есть у нас огромные белые пятна территории, где никогда не было археологов. Даже в нашей маленькой Липецкой области есть территория, где не было никогда археологов. И там может быть интересные городища, памятники. Я уже не говорю о том, что их путем не обследовались. То есть известные памятники, ну, мы знаем там поселение. Что это за поселение? Там какой характер его, какие там находки для той эпохи? Мы это представление еще не имеем, потому что даже есть перспектива в открытии памятников, в открытии культур, культурных, значит, групп, открытии новых типов погребений, там, значит, принципиально. То есть, да, когда вот говорят, что вот мы там отстаем от Запада, там, в методах, там, как, значит, вот, используем всех этих технологий, которые не воздействуют на культурные слои. Здесь эта проблема, конечно, есть. То есть хорошо бы иметь эти там все, значит, приспособления, значит, использовать, широко использовать ее физику, там, другие естественно научные методы. Но вопрос в том, что стоит, проблема не в этом. Проблема в том, что у нас такой сейчас объем охранных исследований, такое количество раскапывается памятников под хозяйственное освоение, что, учитывая небольшое значение, небольшое количество просто специалистов, вот эти объемы накопанного материала, его нужно анализировать. Даже без применения, значит, каких-то суперметодов, то есть обычно археологически, то есть вот самые простые... То есть на Капаре уже так много? Накопано столько, такое количество материала, то есть что даже музеи наши не в состоянии принять. И сейчас стоит вопрос, что нужно хранилище для массового материала. В музее нет столько фондов, чтобы принять огромное количество наших черепков, которые мы многие даже закапываем обратно, потому что мы их анализируем, обратно закапываем, потому что это массовый материал. Остается там выборка для того, чтобы можно было там дальше анализировать. Но это научное... Музеям это не нужно, им неинтересно, они не будут это выставлять. Но для научного исследования это важный источник. Поэтому стоит такая задача, вот такие хранилища сделать. И как их надо делать, потому что это необходимо тоже сохранить. Вот такая у нас ситуация, собственно говоря, с археологией. В целом, я думаю, интересно. И это, во-первых. Во-вторых, мы закинули несколько удочек на будущие разговоры, сегодня так в общем поговорили, да? Главное, что работы у вас много, и это не может не радовать. Друзья, это была рубрика «Глава профессора». Меня зовут Олег Радивилов, канал Cool History. Подписывайтесь, ставьте лайки, будет еще интереснее. Сегодня у нас был в гостях археолог Александр Галатвин. ПОДПИСЫВАЩИЯ! ПОДПИСЫВАЩИЯ!